Всем привет, друзья! Добро пожаловать в каюту Капитана Врунгеля. Наконец, жена купила табака. Вот и решил курнуть. Проветриваю. Ну, а сначала хотел бы начать с объявления. Идет, в принципе, уже корм набрался. Кто еще хочет успеть к розыгрышу, можете зарегистрироваться там. На канале в описании есть, где тексты я выкладываю. Две сделал я кошки. На них ушло одинаковое количество веревки. Просто одна идет без набалдашника. Здесь есть двойной коронный узел, называется стопорный кноп. Вот я этот стопорный кноп сделал на второй кошке. И вот здесь он есть, но то же самое количество веревки ушло. Так что в пятницу, в следующую, состоится розыгрыш. Методом я проведу трансляцию. Методом случайного тыка, ну, какую-нибудь программку использую. И мы в прямом эфире разыграем вот эти вот кошки. Будут два мешочка для складирования. Вот. Ну, кто спрашивал, как это вяжется штука, я сделаю микро веревочку и на ней покажу. Потому что это вот длинные, это вот пипец это вот. Вязать это очень хлопотное дело. Поэтому я на маленькой веревочке покажу, как вязать. Так стопорный кноп здесь вязать. Вот. Огромное спасибо Ловкову Александру, который ведет канал про узлы. Я у него там посмотрел вещи. Вот. Так что вот, кто хочет принимать участие, не забудьте указать имя отчество и указать город. Вот. Ну, и я заранее скажу, когда у нас будет трансляция, мы во время трансляции разыграем. Вот. Ну, а потом уже, кто выиграет, адреса свои пришлете, я вам вышлю. Это вот короткое объявление. Такой кайф трубочку курить. Я вот сижу, смотрю, вроде как в камеры здесь, а ощущаю, как будто рядом аудитория, да, и вот все мои поклонники сидят. Пацаны, всем привет огромный. Я очень рад для вас собирать информацию. Вот это ваши слова, ваша поддержка меня греет, меня взбадривает, а кто еще присылает денежку, то вообще, подымает мой, как говорится, стимулирует меня на небывалую высоту. Можно я, с вашего позволения, сейчас закурю? Так вот, я планировал сделать видео про мятеж на Гермионе, но опять, как обычно, информации много накопилось, и у меня в голове возник вопрос, а многие ли знают о происхождении слова «фрегат»? Вроде как, ведь написано там, хотя в Википедии написан бред, я об этом бреде еще расскажу, и многие ли знают о происхождении слова «гермион», вернее, почему «гермион» их называли, да, корабль? Женские имени, к тому же, связанные с Гарри Поттером. Ну, по крайней мере, большинство молодых людей так и думает, что «гермион» – это из Гарри Поттера. Ну, вот, сила современного искусства. Поэтому сегодня видео будет посвящено названиям британских кораблей, как они назывались, ну, я вообще отдельное видео могу снять про названия в целом, да, как корабли назывались, почему назывались. Оказывается, целые книги написаны на английском языке, посвященные названиям кораблей, поэтому, если интересно, в комментариях оставьте свои. свои комментарии оставляйте, да, и если наберется много сторонников этого видео, я отдельное видео сниму про названия кораблей. Когда, почему, как, сколько, там, вот, сегодня речь пойдет в основном про женские названия, про названия, которые имели название «богинь», там, женские имена древнегреческой мифологии, вот, про Гермион и по других мы сегодня поговорим, вот, а следующее видео будет посвящено истории слова «фрегат», и уже потом я перейду плавно к истории мятежа на Гермионе. Ну, вот, как-то так. Поехали. Почему у кораблей есть имена? Ну, вроде как, простой вопрос, да. На самом деле, есть, как минимум, четыре причины, почему у кораблей есть имена. Причем, эти причины, они смешиваются в разных пропорциях, в разных комбинациях они смешиваются. Первая причина, самая, наверное, древняя. Это религиозная причина. Вообще, призывать благословности сверхъестественных существ, богов, это древняя, тысячелетняя история, когда люди, ну, верили в существование, ну, и сейчас верят в существование потусторонних сил, и эти потусторонние силы могли помочь защитить корабль от крушения, там, богиня моря, или, допустим, Нептун мог защитить корабль от кораблю крушения, или посейдон, ну, это посейдон уже в древнеримской мифологии. Так вот, наверное, среди всех народов это такое поверье было, что сверхъестественные силы, боги, могут защитить название корабля, да, если назовешь там в честь богини, то будет или бога, будет тебе счастье. Ну, и корабль, как мать, да, мог защитить свой экипаж. Вот ассоциация была корабля с матерью. В английском языке корабль называется «ши», да, то есть корабль идет женского рода. «Шип» – это женского рода. Вторая причина сентиментальная, ну, здесь, наверное, люди хотели, во-первых, проявить какие-то эмоции, да, гордость за владение, ощущение, что корабль может жить собственной жизнью. Собственно говоря, первый корабль из кедра, который сделали для фараона Снофру, по-моему, да, это 2680 год до нашей эры, он назывался «Хвала двух земель». «Хвала двух земель» – это нижнее и верхнее, по-моему, царство, если я правильно помню. То есть хотели гордиться кораблем. Ну, еще одна есть версия, что капитан вроде как вступал в связь с кораблем, когда им командовал, соответственно, садомия была не так популярна, как сейчас на Западе. И вот совокупляться, ну, вступать в связь с кораблем, как женщины, ну, капитану было приятнее, ну, по крайней мере, мне приятнее, чем другим. Ну, наверняка, капитанам прошлого тоже было приятнее это женщиной делать. Третья причина, ну, можно так назвать политико-экономическая, это, наверное, польстить человеку, например, в честь короля, там, корабль Георг IV, или корабль Николай I, ну, или там, назвать в честь группы какой-то, да, там, Каледония, да, или в честь нации, да, The Great Britain. Ну, чтобы, во-первых, развить национальную гордость за страну, развить единство, возможно, вызвать групповую лояльность среди членов экипажа, ну, которые служат на борту, чтобы они достигли цели и, если необходимо, умерли вместе с кораблем. Ну, и четвертая причина, наверное, самая банальная, это идентификация. Наверное, самая такая, будем говорить так, современная. Ну, для чего? Для того, чтобы, во-первых, определить корабль как собственность. Ну, чтобы какое-то название было. Чтобы была какая-то юридическая ответственность или принадлежность. Чтобы для удобства ведения там учета частного, военного, таможенного, налогового, да, тоже удобно, потому что у корабля есть имя. Разграничить удобство там для, ну, разграничить корабли по рангам, да, для моряков, для военных, для пассажиров там, да, там, первый класс, второй класс, ну, для грузоотправителей, там, да, маленький, большой, вот, тоже, наверное, как-то это влияло. И, ну, для стран, для, чтобы определять, да, там, классификации кораблей, можно делать тоже, учитывать название. Ну, и, наверное, чтобы привлечь, допустим, в целях бизнеса, для того, чтобы привлечь больше клиентов, создать репутацию, например, там, самых быстрых, самых роскошных кораблей. Ну, самый, наверное, хороший пример – это серия кораблей «Океаник», да, «Океаник». Туда и «Титаник» входил, и входил этот самый «Гигантик», «Джиантик», который потом назвали «Британика». Ну, вот, судьбу «Титаника» вы, наверняка, все знаете. Почему корабль назвали древнегреческим именем Гермиона? Женским именем, да, но женское имя, вы уже поняли, что, в принципе, достаточно распространенное явление, да, вот, в честь, там, богини, там, каких-то сил. Вот, почему греческое? Сейчас я об этом расскажу. Почему женское? Ну, дело в том, что считается, что женщина на корабле – это вот к беде. На самом деле, это миф, который, наверное, появился больше, возможно, в 20 веке, потому что в парусную эпоху женщины практически всегда на кораблях присутствовали. Жены капитанов, жены офицеров, жены ботманов. То есть, вот, если вы почитаете документы парусной эпохи, там увидите, что женщины присутствовали практически у всех там в журналах это отражается. Вот, но даже можно снять видео «Женщин на парусниках». Если интересно, так же оставляйте комментарии, да, если я вот наберу там какое-то количество комментариев за видео про женщин на парусниках, я сниму видео про женщин на парусниках. Поэтому следующий вопрос. Греческие, почему имена были в ходу? Ну, и древнеримские, да, древнегреческие, древнеримские. На самом деле, древнегреческая цивилизация оставила колоссальный, внесла огромный вклад в развитие вообще человеческой цивилизации, и, соответственно, это не могло не отразиться и на названиях британских кораблей. Ну, вот, искусство, философия, литература, да, то есть, из древнегреческой культуры очень много было подчеркнуто. И христианство, которое раннее христианство, оно очень много использовало греческих имен. В принципе, в православной церкви до сих пор греческие имена используют. Это тоже отражалось на англосфере. Эпоха Возрождения принесла также свое влияние. В эпоху Ренессанса произошло возрождение классического обучения. Соответственно, стали вновь популярны греческие имена. То есть, в целом, греческая цивилизация оказала на, ну, потом и древнеримская цивилизация оказала на современную, ну, и на цивилизацию европейскую, да, вот, средневековье, да, вот, эпохи Паруса огромное влияние. Это вот не могло не отразиться на названии. Почему Гермиона? Ну, на самом деле, Гермиона – это героиня из трагедии Гомера, Илиада. Наверняка вы все видели фильм «Троя» с Брэдом Питтом в главной роли. Илиада Гомера, она внесла огромный вклад в европейскую культуру, и имена персонажей в этой трагедии с удовольствием использовались на всех европейских флотах. Агамемнон во всех флотах практически был, да, во французском был, в английском был, в американском был. В английском было четыре корабля Агамемнон, на одном из них ходил Нельсон, адмирал Нельсон, 64-пушечный линейный корабль. Ахиллесов было аж шесть штук, Менелаев было два на британском флоте, и Парис, или Пэрис, Парис, Пэрис, короче, который не Пэрис Хилтон, а вот который украл эту Елену, он был один, она была одна, как правильно, ну, вот, как корабль, да. То есть Гермиона это персонаж Элиады, это была дочь царя Спарты Менелая и Елены, тоже была Елена популярное имя для корабля, вот, ей было 9 лет, Гермионе, когда Елена сбежала с Парисом в Трою, и осталась она с папашкой, собственно говоря, повод к войне случился, вот, Троя как раз про это. Там, конечно, наврались три короба, но, тем не менее, смотрится интересно. Согласно Гомеру, папашка выдал ее замуж за Неоптолема, это сын Ахилла, а у Еврипида немножко другая трактовка, у Еврипида она пыталась повеситься, но ей помешали, она была либо женой ареста сына Гоменнона, потом ее похитил Неоптолем, сын Ахилла, либо она была жена Неоптолема, а похитил сын, арест ее похитил, но точно я так и не разобрался в этом. Короче, она также была матью Тесамена, это сын Ареста, это у Ареста и Гермионы родился сын, и его назвали Тесаменом, вот, тоже стал царем Микен. Короче, дедок Агамемнон, сынок Арест, внук Тесамен, вот такая вот связь. Вообще, Илья Душ, почитайте, там надо с ручкой читать и стрелки ставить, кто с кем в родственных отношениях стоит. Помимо Гермионы, в Британском флоте была вообще куча кораблей, которые имели имена богинь, древнегреческих персонажей, я тут составил списочек. Книжечку посмотрел я Бена Барлова, называется Корабли Королевского флота, ну, офигенная книжка, там корабли, начиная с 15 века до нашего времени, и там, короче, вообще 2200 кораблей, где-то упоминаются. Упоминаются египетские боги, три бога, шесть кораблей, например, Осирис, там корабль, да, был. Критские боги, четыре бога, девять кораблей, это, например, Минос или Минос. Греческие боги, да, только боги, потому что богинь было больше, 58 кораблей называлось. Римские боги, тоже без богинь, да, десять богов, богов, 110 кораблей. Северо-германские, это вот Тор, такой был, да, корабль у них, вот, правда, я не помню про этот, про Одина. По-моему, тоже Один был, вот, но сейчас надо уточнить. Пять кораблей. И самые популярные названия были Нептун, Венера, Посейдон, Юпитер, Минерва, Диана, Кастера и Гермес. Ну, вот, кому интересно, могу вам скинуть в Телеграме книжечку эту, чтобы посмотрели названия кораблей британских. Такую табличечку сделал, правда, я сюда не все внес, а вот, кого нашел, самые, кто больше всех количества раз назывались кораблей именами, вот, я такую табличку сделал. На первом месте у нас Минерва, ну, это римская богиня, это аналог Афины. Афиной назван вообще один корабль, вот, что интересно, да. А Минерва было 12 кораблей, это богиня мудрости войны. На втором месте Диана, это аналог Артемиды, Артемиды тоже была одна, вот, как ни странно. Один из кораблей было, она была богиня охоты. Фетид было 10, вот, что интересно, Фетид это богиня пресной воды, вот, не зря, наверное, было 10 кораблей с именем Фетиды. Пенелоп было 9, ну, кто знает, Пенелопа это жена Одиссея. Она его ждала 20 лет и ему не изменяла. Ну, наверное, и столько это имя было популярности моряков, каждый хотел иметь свою Пенелопу. Соответственно, вот, было Пенелоп 9. Галатея было 8, но, что интересно, да, наверняка слышали про Галатею и Пигмариона, но, на самом деле, Галатея была дочкой Нерея и Дорида, она была Нереидой, и она отвергла Полифема, этого циклопа, сына Посейдона. Вот, но, на самом деле, она олицетворяла спокойную воду, штиль, да, вот, тоже моряки хотели, чтобы, ну, штиля не было, чтобы море было спокойным. Следующий у нас Айрис или Ирида в русской транскрипте, это богиня Ветра, 7 кораблей было названо. Затем, на седьмом месте, Европа, тоже персонаж древнегреческих мифов, была дочерью, по-моему, феникийского царя, ее поймал, это, украл ее, этот, Зевс, превратился он этого в быка и ее потом изнасиловал, короче. Ну, не знаю, как он, в виде быка и насиловал, или не в виде быка, никто про это не знает, хотя, наверное, может, написано, я уже не помню просто. Была Феба, да, богиня души, богиня душ, 6 кораблей Феба была. Была Елена, ну, 5 кораблей, это персонаж, вот, самый, как раз, Ильяда, из-за которой эта война троянская началась, дочь Зевса, к ней вообще 19 мужиков сватывалась, она вот с Парисом замутила, сбежала от мужства его. 5 кораблей было Электр, это дочь Агамемна, тоже персонаж древнегреческий. Гермион было 4, как я уже сказал, дочь Менелая и Елены. Ну, вот, Афин, Афродита, Артемида, Деметра, Геба, Геката, Сибила, по одному. Вот, почему-то они не пользовались популярностью у моряков, у британских, вот. А вот Гера и Гести вообще не было кораблей с таким названием. Какие корабли назывались с названиями? Ну, вот, я, опять же, тоже небольшую выборку сделал. Вы здесь видите, что вот Афина, это вот транспорт был приемлем Второй мировой войны. Один был корабль. Афродита тоже, одна была подлодка класса времен Второй мировой войны. Артемис тоже подлодка времен Второй войны. Геба, ну вот, французский вообще фрегат был, его потом, правда, захватили и переименовали в блондинку. Геката, Шлюп, да, Елена, ну, Шлюп тоже был, там помимо Шлюпа было еще пять кораблей различных. Айрис, это вот самая Ирида. Фрегаты, Шлюп и Бриг был. Электры были там, Бриги, короче, до линкора. Европа, ну, там от Холька до крейсера тоже шесть кораблей различных. Галатея, ну, там тоже разные восемь штук. Там и Шлюпы были, и Фрегаты были. Сибилла одна была, это минные заградители было в 43-м году. Феб, это было шесть, тоже различные корабли были. Пенелоп было девять, от фрегата до крейсера. Ну, и вот эта самая Фетида на английском Фетис, да, Фетис или Тетис, как некоторые читают. Там вообще от шхуны до крейсера назывались. Ну, кому интересно, я вот в телеграм-канале книжечку эту выложу, чтобы вы посмотрели, поискали. В честь Гермиона был назван астероид Гермиона в 1872 году. У Шекспира пьеса была, по-моему, драма, вернее. Называлась она «Зимняя сказка», там тоже была главная героиня Гермиона. И вот в честь этой Гермионы, Гермиона Джоанна Роллинг назвала эту свою героиню в Гарри Поттере Гермиона Грейджер, которая сыграла вот самая эта Эмма Уоттс. Если вы загуглите, то там это везде Эмма Уоттс. Уоттс, Уоттс. Эмма Уоттс. Как прямо Уоттсон, да? Мы говорим «Ваттсон», а это Уоттсон читается. Ну, и героиня с таким именем фигурирует у Аркадия Бориса Стругацких. В их сатирической повести, по-моему, называлась она «Второе нашествие марсиан», если я правильно помню. Там тоже была Гермиона. Гермиона было четыре на британском флоте. Одну мы знаем. Это 32-пушный корабль пятого ранга, про который мы будем говорить, про мятеж на этом корабле. В 1799 году ее переименовали в «Реталиэйшн», а потом еще и в «Ретрибьюшн». Ну, и разобрали в 1805 году. Была еще Гермиона бронепалубный крейсер второго ранга типа «Астреа». В 1899 году спустили на воду. Участвовала она в Первой мировой войне и продали на слом в 1921 году. Был также легкий крейсер типа «Дидо», спущен на воду в 1939 году. Правда, в 1942 году в Средиземном море ее потопила немецкая подводная лодка «Ю-205». Ну, и последняя Гермиона F-58 фрегат типа «Линдер» в 1667 году спустили на воду и продали корейцам на слом на металлом в 1997 году. Вот так вот вкратце можно вам рассказать про имена. Древнегреческие, древнеримские, только женские. То есть я еще не говорил про мужские имена. Если интересно, оставьте свои комментарии, я сниму отдельное видео про вообще имена на флоте. Как кораблям давали имена, почему, какие были мужские, женские, спаренные, числовые, различные, там, богини, боги. Японские, мару, что означает. То есть я вот про это могу начинать отдельное видео. В следующем видео я вам расскажу про расхождение слова «фрегат». Много интересного узнаете. Покажу вам рисунки, и вы ни за что не доказаетесь, что на них изображено. Ну, конечно, кто-то догадается, конечно, да. Поэтому, кто еще не подписался, подписывайтесь. Если видео понравилось, поставьте лайк. Кто хочет помочь каналу материально, вот вы сейчас реквизиты видите на экране. Помощь, она очень сильно стимулирует, позволяет мне быстрее делать контент. Потому что, как бы, это не моя основная деятельность. Приходится крутиться, заниматься другими делами, чтобы кормить семью. Конечно, хотелось бы больше видео выпускать на канале, да. То есть не раз в неделю, да, а вот каждый день. Но для этого я должен заниматься каналом постоянно, чтобы канал поносил постоянный доход. Пока этого нет. Поэтому, кто хочет помочь, вы сейчас реквизиты на экране видите. Также я вот завершу серию видео про мятежи, мятежом на фрегате Гермиона. Вот получится целая серия, да. У меня есть уже видео про мятежи, видео есть про наказание. Есть видео про статистику наказания. Я вот уже выкладывал. Вот. Я ссылочки оставлю в описании. Но вот так получается, что у меня как бы сериями они выходят. Не могу я в одном видео рассказать про историю флота за пять минут. Как это пытаются сделать другие авторы, я не знаю. Мне просто стыдно давать вам непроверенную информацию. Если где-то что-то я ошибаюсь, то я затем приношу свои извинения. Если я не прав, да, когда мне поправляют. Это очень я ценю в своих подписчиках, которые мне указывают на мои ошибки, на какие-то мои неточности. Те, кто изливают желчь, ну, ваше право. Если вам больше заняться нечем, то я тоже такие, как говорится, приветствую комментарии. Потому что они помогают продвижению канала. А на этом у меня все. Огромное спасибо всем моим подписчикам за лайки, за комментарии, за пожелания, за верность каналу. 7 тысяч, уже больше 7 тысяч. Надеюсь, до Нового года 10 тысяч набрать. Ну, дай бог. С вами был капитан Врунгель. До новых встреч. Пока. Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он пороздил океан. Раз 15 он тонул. Погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою, напевал он всюду песенку свою.